Привычная картина. Железнодорожный переезд закрыт. Машины стоят, люди идут пешком. Так здесь бывает очень часто. Жители Овчиного городка говорят, переезд создает опасность для жизни. Не сам, конечно, а его режим работы. Когда шлагбаум закрывают по много раз в день и на очень большие промежутки времени. Были случаи, вот у нас на улице умер человек. Умер человек за счет того, что полчаса скорую помощь не пропускали здесь. Доказательства этих слов ждать долго не пришлось. Вот видео. Шлагбаум опущен, тепловоз не двигается. Очередь из авто уже достаточно большая. В ней же застряла и неотложка. Переезд действительно закрывают очень часто. Этот участок дороги, где проходят маневровые работы. Люди говорят, бывает тепловоз поставит вагоны и все. Движение закрыто на час. Водители нервничают, кто-то бросив машину идет пешком, а кто-то нарушает правила. Люди говорят, из-за частых закрытий дороги к ним плохо ходит и общественный транспорт. В прошлом году хотели пустить сюда газель. За счет этого переезда водители жаловались и закрыли газель обратно. Потому что им невыгодно стоять полчаса, час здесь стоять. В общем, переезд проблемный и для водителей, и для пешеходов. Одним постоянно закрывают проезд, другим нет прохода. С левой стороны есть пешеходный проход, а с правой стороны нет. То есть каждый пешеход, который идет с правой стороны, просто рискует выйти на проезжую часть. Чтобы проскочить быстрее, любому водителю, чтобы здесь не стоять, пытаются увеличить скорость. А пешеход выходит на проезжую часть и рискует быть сбитым. В основном это больше риск, это дети. Прояснить ситуацию с работой переезда на месте не получилось. От железной дороги появился вот этот мужчина в униформе. Не представившись, он стал мешать работе видеооператора. Люди недоумевают, почему их никто не слышит, почему решением серьезной проблемы для тысяч горожан никто не занимается. Никто нам не помогает. В принципе, железная дорога такая богатейшая, как говорится, организация. И может содержать, как говорится, клуб локомотив, но она почему-то не может сделать для жителей просто жизненно важный, необходимый. Или проезд, как говорится, под железной дорогой, или что-то еще другое, альтернативу какую-то нам сделаете. Юрий Мишинин, Виктор Горшенев. Наше время.